МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иначе зачем бы мы приехали? Приехали посмотреть. Делегация Ивановской области встретилась с депутатами Владимирской. Какой опыт регионы перенимают друг у друга? По сюжету видите башню, что само дерево уже, как говорится, подсказало. Соревнуются в плотницком и столярном искусстве. В Суздале проходит праздник Тобора. Кому достанут сотворения мастеров? Вы смотрите новости на 6-м канале. В студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Экс-судья пойдет под суд. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мирового суди Москвы Олеси Муравьевой. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянений, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как установило следствие, год назад тогда еще судья мирового суда Олеси Муравьева гостила у родственников в Гусь-Хрустальном. Там она выпила и села за руль своего Ауди А4. На перекрестке улиц Славнова и Минской Муравьева решила обогнать такси. На видео с регистратора очевидца видно, что маневр Муравьева выполнила на крутом повороте и с явным превышением скорости. Автомобиль выкинула на тротуар. Внезапно в свете фар появились три фигуры пешеходов. Мужчина чудом успел отскочить от автомобиля, но под колеса попали две 23-летние девушки. Дальше иномарка протаранила стоп и перевернулась на крышу. Девушки получили серьезные травмы. Одна из пострадавших с тяжелой травмой головы долго не могла выйти из комы. Теперь она останется инвалидом. Вторая девушка поступила в больницу с раздробленным бедром и разрывом селезенки. Саму же Олесю Муравьеву после специальных процедур лишили статуса неприкосновенности и поста судьи. Ее дело передано в суд. За причинение тяжкого вреда здоровью Олесе Муравьевой может грозить до четырех лет лишения свободы. Обвиняемая, теперь уже подсудимая, значит, вину на предварительном следствии признала частично. Она не признает себя виновной по статье 264, часть 2, утверждает, что пьяной не было, хотя это подтверждено иными материалами уголовного дела и подтверждается этим. Признает только факт ДТП, пытается возместить материальным образом ущерб для потерпевших. Сядут за взятку. Судогодский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении полицейского Владимира Баранова и адвоката Шамиля Мамаева. Оба мужчины – жители города Москвы. На скамье подсудимых они оказались из-за взятки в 6 миллионов рублей. Сумма была передана московскому полицейскому Владимиру Баранову у здания колонии в поселке Головино. За эти деньги страж порядка должен был прекратить уголовное дело в отношении одной из заключенных. Несмотря на уже имеющуюся судимость, в отношении женщины было возбуждено еще одно дело. Адвокат Шамиль Мамаев в этой истории выступил в качестве посредника. Он неоднократно предлагал своей подзащитной дать взятку полицейскому. На месте преступления мужчины были задержаны с поличным. Гособвинитель просил для Баранова и Мамаева по 10 лет лишения свободы. Суд же при вынесении приговора учел ряд смягчающих обстоятельств. Оба подсудимых раскаялись с содеянным и к уголовной ответственности привлекаются впервые. К тому же за спиной у Баранова почти 30 лет работы в органах. Поэтому приговор для полицейского был таким. Значит, наказание применения статей 64 УК РФ в решении свободного срока 6 лет. Со штрафом с применением статей 64 УК РФ в размере однократной суммы взятки 6 миллионов рублей с отбыванием исправительных колоний в строго режима. Такой же срок и такой же штраф получил и Шамиль Мамаев. Преступление, совершенное подсудимыми, относится к категории «особо тяжкие», говорит гособвинитель. Но с учетом всех обстоятельств суд определил минимальный предел как основных, так и дополнительных наказаний. Рассматривался вопрос о назначении запрета занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью. А также рассматривался вопрос о возможности лишения Баранова, имеющего специальное звание подполковника полиции, специального звания. Судом при принятии решения принятого во внимание все обстоятельства. И данные наказания к нему не были применены. Ключи от долгожданной квартиры. Сегодня еще один человек во Владимире получил положенную по закону квартиру. Речь идет о детях-сиротах. Поздравить 23-летнюю студентку медколледжа с новосельем приехало руководство города и области. Мой коллега Алексей Дудин поинтересовался у чиновников, много ли еще детей-сирот стоят в очереди и как долго им ждать свое жилье. Сюда я поставлю диван. Посередине, что ли? Нет, вот туда. Оттуда же. 23-летняя Гюнай Бахшалиева планирует, как расположить мебель в квартире. Сегодня девушка получила ключи от собственной однушки. Ее она ждала 5 лет. Конечно, я знала, что мне по закону положено жилье. Со мной держали связь, то есть мне говорили с органом попеки, что вот тебе должно как сироте жилье. У меня была своя очередь. Родилась Гюнай в Баку. С детства она инвалид по зрению. В Азербайджане проблемы со здоровьем решить не смогли. Ребенка отправили на лечение в Москву. Тогда-то родственники из Владимира и стали ее опекунами. Ее, когда привезли, оказались очень большие проблемы с глазами. И увозить ее было бессмысленно. Она осталась у нас. Мамы уже на тот момент у нее не было. Она умерла от сердечной недостаточности. Отец. В связи с тем, что он был футболист нечим. Он все время играл. И как-то, ну, не интересовался жизнью ребенка. А потом вообще просто про нее забыла. Сначала жила у родственников, затем снимала квартиру. И вот теперь у нее есть свои собственные 30 квадратных метров. Квартира расположена в новостройке в микрорайоне Пеганово. Социальная программа. Владимир и Школовцы начали решаться, как говорится, очень хорошо. И с привлечением федеральных денег. Это большая заслова губернатора. И у нас во Владимире два таких микрорайона. В Пеганово и Веризино два. Поэтому все социальные категории, судя здесь и не участвуют. Здесь приобретение этих квартир, здесь годное приобретение. До 2012 года все дети-сироты, которым исполнилось 23 года, с очереди снимались. Четыре года назад Госдума приняла закон, который отменил эту несправедливость. Но ждать долго, уверяют чиновники, не придется. Федеральное финансирование программ для детей-сирот увеличено. Да и жилья в области стали строить больше. Мы ежегодно где-то по 10-11 квартир. Вот в этом году мы 11 квартир предоставили. Сейчас 130 человек на очереди стоит. Из них 84, которые сейчас имеют уже право к получению жилья. Но так свеживается, я говорю, достаточно жестко и серьезно. И достаточно быстро движется очередь к этому праву. Государство должно выполнять свои социальные обязательства. Но важно же, чтобы это было качественно, эффективно, доступно. И сегодня мы к этому идем вот такими, скажу, широкими шагами. Алексей Дудин, Артем Горчаков. Шестой канал. Приехали учиться, как руководить областью. Во Владимире с визитом сегодня находятся ивановцы во главе с первым заместителем председателя Ивановской областной думы. Их очень интересует, как мы расселяем граждан из аварийного фонда, ремонтируем дома по программе капремонта и вывозим бытовые отходы. Есть ли чем похвастаться в этих вопросах Владимирской области, узнал Александр Инин. Некогда текстильный край сегодня очень похож на депрессивный регион. Промышленных объектов в Ивановской области мало, инвесторы не идут. Неудивительно, что гости больше слушали и задавали вопросы. На повестке дня жилищно-коммунальная сфера. На вопрос, а кто здесь круче, ответ тоже вполне предсказуемый. Круче Владимирской области. Немножко мы впереди. Значит, зачем бы мы приехали. Владимирская область может похвастаться опытом по переселению граждан из аварийного жилья. Новоселье уже справили около 2,5 тысяч человек из более чем тысячи аварийных домов. На очереди переселение еще 3,5 тысяч граждан. По ликвидации трущоб мы на пятом месте находимся по рейтингу в стороне среди регионов Ивановской области. Я не буду говорить на каком, но немножко нет. Подальше, да. Одна цифра есть, вторую давайте. Мне не скромно будет, слишком мы хорошо. Мы очень отстаем на самом деле. И мы поняли, что наши структуры исполнительной власти, вот я уже сказал, буксуют. Буксуют – это мягко сказано. По переселению граждан из трущоб Ивановская область занимает место в пятом десятке. Неудивительно, что эту цифру не назвали. Видимо, не лучше обстоят дела и с программой капремонта домов. Тут ивановцы тоже ни одной цифры не назвали. Зам председателя их думы даже не знает тариф на капремонт, установленный для граждан. Значит, люди платят неохотно, ну вот уж придется отвечать. Мы находимся там где-то в 50 каком-то месте по вообще-то сбору. И только вчера областная дума приняла закон о льготах для людей, там, инвалидов, семьи инвалидов и тем, кто исполнил 70 лет, 80. Вот, мы долго искали источники финансирования. Владимирская область пока примут у домов на 15 месте в России. Мы уже отремонтировали более одной тысячи многоквартирников на сумму миллиард 300 миллионов рублей. Как управляться с отходами, Ивановцем популярно объяснил глава администрации Собинского района. На должность его назначили в ноябре, и уже к марту он сумел выгнать со своей территории плохо работавшую частную мусоровывозящую компанию и организовать вывоз мусора силами муниципалитета. Мы купили 4 новых КАМАЗа за счет предприятий МУПа в рассрочку от 1 до 3 лет. Причем, ну мы здесь как бы утучимся, да, тоже на ошибках. Два КАМАЗа мы купили у дилера в Владимире, и два купили в специализированной организации в Арзамасе. Вот мы рекомендуем покупать в Арзамасе. И все же у Ивановской области есть чему поучиться. Нашим парламентариям понравилось, как там работает Дума. При ней есть координационный совет. Он пытается решить вопросы, с которыми чиновники не могут справиться самостоятельно. Председатель Владимирского Заксобрания отметил, что, возможно, нам тоже нужен такой координационный совет. По итогам визита с Ивановской думой будет подписано соглашение о сотрудничестве. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал. Раздельный сбор мусора. Что это такое? Нужно ли владимирцам сортировать бытовые отходы? На эту тему мы поговорим с эко-блогером Юлией Бобровой. Сегодня она гость студии 6 канала. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Ну вот просто по моему опыту я знаю, что почти у всех владимирцев одно всего лишь мусорное ведро, и люди все свои бытовые отходы складывают туда. А вот у вас дома так же? У меня дома два ведра. В одно ведро я складываю то, что не идет на переработку. То есть это органические отходы. Сердце крови обливается, но тоже остатки бытовой химии пока туда складываю, потому что нет возможности утилизировать остатки лекарственных препаратов, например, старых, просроченных. А в другое ведро я складываю пластик, бутылки, алюминиевые банки. То есть все то, что может пойти на переработку. Дальше я это просто в общем пакете вношу. Пластик и стеклянные бутылки раскладываю уже в контейнер. А если раньше я отвозила это на акции по раздельному сбору. А органические отходы, соответственно, идут в общий контейнер. А почему важно, Вы считаете, разделять мусор? Я почитала статистика по экологии, посмотрела вообще, что у нас, какая у нас ситуация, например, с воздухом, с водой, с лесами. То есть с каждым годом все ухудшается, ухудшается, ухудшается. И, наверное, почему-то, не знаю, СМИ обходит эту тему стороной. Она вроде как бы, наверное, просто очень долгая во времени. И не сразу мы понимаем вот это негативное воздействие. Это, наверное, как со здоровьем. Вроде бы пока нога чуть-чуть болит, мы ничего делать не будем. Но как только она уже нас парализовала, тогда мы что-то начинаем делать. Мне кажется, так же с экологией. У планеты есть свой иммунитет, у нас есть иммунитет. И вот очень просто долго люди не видят своих таких вот последствий, каждодневных таких действий. Юль, скажите, пожалуйста, а насколько Вам идут на встречу управляющие компании и сами владимирцы? Поддерживают ли Вашу инициативу? И управляющие компании, и владимирцы поддерживают инициативу. То есть когда мы стояли с акциями зимой и объясняли людям, что будет, если не сортировать мусор, какие будут последствия, то увидели очень большой процент, что люди начали понимать. И у компаний, которые вывозили отходы раздельно, это пока у нас единственная компания в городе, они увидели увеличение. То есть если они раньше вывозили один раз в две недели, то после проведения акции, когда мы просто стояли и объясняли, по-моему, даже вывозили один раз в три дня. Насколько я знаю, у Владимира выбрана форма сбора пластика в такие специальные сетки. У нас во дворе, по крайней мере, такая стоит. Вот скажите, насколько это удобно? Потому что я знаю, что некоторые считают, что пластик из таких сеток, он может просто разлететься, или говорят, что выглядит неэстетично. Ну, вопрос эстетики, он вообще достаточно сложный. То есть эстетика без функционала, она никому не нужна. Тут скорее нужно понимать, зачем, то есть функциональность. Люди видят, что сюда складывают именно пластик, какое количество пластика производится. И такой формат, он используется во всех, кстати, городах, где раздельный сбор не делался. И также ее позаимствовали из других стран, которые тоже уже занимаются этой проблемой достаточно долгий период. И они до сих пор в некоторых городах не отказались с формата сеток, потому что это наглядность и визуализация. Мы говорим о разделе мусора на две фракции. А в идеале как должен делиться мусор для переработки? В идеале, ну, тут достаточно сложный вопрос. Все будет зависеть, какую схему обращения с отходами, если говорить так сложно, выберут. А у нас сейчас в Владимире очень оптимальная схема, я считаю. То есть мы можем делить все на два ведра. Единственное, вот с бытовыми опасными отходами химии и лекарственными средствами нужно разобраться. А так все очень комфортно. Если мы не будем разделять наш мусор, то какие последствия могут ожидать нашу планету? Уже можно посмотреть те данные по статистике, которые есть сейчас. То есть уровень загрязнения грунтовых вод, то, что у нас, например, в городе уже превышены оксиды тяжелых металлов, а это, опять же, увеличивает риск онкозаболеваний. О том, что сейчас уже говорят в правительстве, да, о том, что, наверное, стоит внедрить мусоросжигательные заводы, потому что люди якобы не готовы. Никто не говорит, например, про Японию, в которой вот эти заводы, к нему же стал теряться интерес, да, за последние 20 лет, потому что там очень большой рост онкологии. То есть это перспектива ближайших двух или там трех лет. То есть тут даже не до далекого будущего. Спасибо, Юлия. И я напомню только, что мы беседовали с эко-блогером Юлией Бобровой. Отмечают праздник топора. В Суздале проходит фестиваль плотницкого и столярного искусства. Участники со всей Центральной России соревнуются в мастерстве. А заодно готовят для древнего города большой деревянный подарок. Происходит все это прямо на городской площади. Наблюдать и даже учиться может каждый желающий. Валерия Саенко пообщалась с мастерами. На этой площадке оживают герои русских народных сказок. Уже два дня участники из разных городов готовят Суздалю настоящий сюрприз. Мастерят турники, лавочки, качели и фигуры известных персонажей. Все, что готовится на конкурсе, потом разместят вот на этой детской площадке. Свои работы мастера оставят в подарок суздальцам. По сюжету видите башня, что само дерево уже, как говорится, подсказало. Товарищ дракон, который охраняет эту башню, лестница, чтобы на эту башню можно забраться. Ну и какие-то поручни мы приделаем, чтобы было удобнее детишечкам залазить. Работе Евгения до конца еще далеко. За два дня он должен придать ей лоск, ошкурить и убрать все острые углы. Но по оригинальности его башня может претендовать на победу. Фантазию авторов организаторы не ограничивали, а вот материал у всех один. Работают мастера с тополем, дерево вязкое, поэтому требуют профессионализма. Зато возиться с таким материалом долго не приходится. Тем более, что во времени мастера ограничены. Участники все молодцы, они все регулярно участвуют в подобных мероприятиях. То есть для них это все равно определенный вид деятельности. Я думаю, что поработав завтра можно будет судить, насколько они профессионалы. Праздник топора проводится в Суздале второй раз. В этом году показать столярное и плотницкое мастерство съехались 15 участников со всей Центральной России. Здесь Тулы, Иваново, Москва и Рязань. Сегодня мастера готовы поделиться опытом, рассказать секреты своего мастерства всем желающим. Кирилл для конкурса вытачивает фигуру Кощея Бессмертного. Как защитить его от капризов погоды и течения времени, мастер уже знает. Сегодня все секреты это вот краски, пропитки и там подобные штуки. Раньше, наверное, обжигали как-то. Когда она горела, она долго сохраняется. Может потом покрасить или еще что-то. Главные торжества праздника пройдут завтра. Зрители смогут посмотреть концерт, попробовать кашу из топора и узнать, кто же все-таки станет лучшим мастером конкурса. Организаторы уверяют, без подарков ни один автор не останется. Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал. Учат выглядеть красиво и стильно. Известный владимирский стилист и визажист Алина Киселева провела мастер-класс для горожан. На открытую площадку Спасского холма мог прийти каждый желающий. Какие секреты поведала своим слушателям Алина Киселева? И можно ли стильно выглядеть людям со скромным достатком? Советы стилиста выслушала и Влада Миткова. Чтобы выглядеть стильно и актуально, не обязательно иметь огромный гардероб. В этом уверена Алина Киселева. Владимирский стилист поделилась основными секретами с молодежью. Основное правило – научиться комбинировать самые обычные предметы гардероба со вкусом. Белая блузка, классические черные брюки, юбка-карандаш и жакет. С помощью этого можно создать практически любой образ. Белых блузок, как и белых футболок, много в гардеробе не бывает. Самое главное правило в подборе блузки – это цвет. Специалисты считают, что белый цвет имеет, как и любой цвет, множество оттенков. И вот именно нужно подбирать свой такой цвет, который будет не сильно отличаться от эмали зубов. Одеваться модно и стильно – разные вещи. Алина Киселева призывает владимирцев найти свой собственный индивидуальный стиль. Ведь в нем выражается характер и темперамент человека. В конце концов, не всегда модные вещи идут человеку. Да и угнаться за тенденциями может позволить себе не каждый. А вот чтобы одеваться стильно, много тратить не нужно. Какой-то определенный бюджет, я думаю, что каждый может заложить на базовый гардероб, который, в принципе, составляет основу, вокруг которой уже по нарастающей создается и стиль, и в последующем другие комплекты вырастают. По мнению стилиста, молодежь нашего города за последние несколько лет стала наряднее и даже начала следить за модными тенденциями. К слову, среди слушателей в основном девушки. Быть женственными, носить юбки чаще, чем джинсы, а каблуки, чем кроссовки. А также помнить, что длина шорта или юбок должна быть не выше, чем ладонь от колена. Такие советы получили зрительницы. Я считаю, что девушка должна носить юбки, платье, быть женственной. Быть женственной не только в образе, а быть женственной изначально. Эта лекция одна из многих. Проходят они каждую среду на Спасском холме. Молодежный проект «Поле» познавательной лектории разработало управление по делам молодежи. И теперь каждую неделю бесплатные лекции. Для горожан считают специалисты в различных сферах. Туризм, мода, ЖКХ и многое другое. Темы мы старались подбирать актуальные. Молодежь у нас приходит активно, задает вопросы. И все-таки с пользой уходит в наши лекции, так сказать. Приходит в разных высочетах, в разных категорий. Влада Миткова, Евгений Токарев, 6 канал. И последнее. День семьи, любви и верности. Международный байк-фестиваль, очередной кинопоказ. В предстоящие выходные интересные праздники пройдут в разных уголках области. Мои коллеги подготовили анонс самых интересных событий грядущих выходных. А я предлагаю его вашему вниманию. Владимирцы могут посмотреть кино под открытым небом. На Никитском бульваре продолжаются кинопоказы. Сегодня будем смотреть российскую комедию «Каникулы строгого режима». Начало сеанса в 21.30. Уже завтра в Суздале отпразднуют Ивана Купалу. Гостей праздника познакомят с языческими обрядами, научат гадать на венках и травах. Традиционные хороводы и песни тоже никуда не денутся. А любители хендмей смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению купальских поделок. Во Владимире Ивана Купала будут праздновать 7 июля в Загородном парке. День семьи, любви и верности, который будет 8 июля, начнут отмечать уже в эти выходные. 2 и 3 июля в Муроме пройдут праздничные гуляния. Гостей праздника ждут ярмарки, мастер-классы и театрализованные представления. Гуляния начнутся в 10 утра и закончатся в 11 вечера. А на берегу Аки пройдет традиционный большой концерт. Его ведущими станут известные актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Начало концерта в 8 вечера. Любителей байкеров и блюза будут ждать все выходные в Суздале. Международный фестиваль пройдет в этом году уже в восьмой раз. Послушать блюзы и увидеть съезд байкеров можно будет в главном туристическом комплексе города. В воскресенье вас ждет парк Дружба. По Владимире пройдет праздник русской гармонии и частушки «Звучи гармонь народная». Для гостей подготовлены мастер-классы по игре на народных инструментах и изготовлению оберегов. Начало праздника в 11 утра. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Впереди еще немного полезной информации и прогноз погоды. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи.